Я попрошу сейчас коллег включить запись. Мы сегодня с вами собрались на вебинар, мне кажется, по теме, которая, с одной стороны, вызывает много надежд, с другой стороны, вызывает много вопросов. Это тема «Льготы для бизнеса на благотворительность», льготы, которые так давно ждали все некоммерческие организации, мы мечтаем, что они помогут развитию благотворительности, льготы, которых часто нас спрашивают предприниматели, а есть ли какие-то льготы, когда мы жертвуем деньги на благотворительность. Ну вот теперь есть документ, который принят, который говорит о том, что льготы для бизнеса, которые участвуют в благотворительной деятельности, есть. А вот как этими льготами воспользоваться, и насколько реальны эти льготы. Мы, этот вопрос, конечно, теперь у всех тоже стоит, и мы попросили помочь нам в этом разобраться. Дарью Милославскую, специалиста по некоммерческому законодательству, руководителя Ассоциации юристов за гражданское общество, и Елену Соболеву, специалиста по финансовому учету в некоммерческих организациях. Коллеги согласились помочь нам рассказать о том, что же, насколько сбыточны наши надежды, и я надеюсь, что нам сегодня удастся во всем этом разобраться. Ну, а организатором этого мероприятия выступил Центр социальных технологий «Гарант» в рамках развития нашего большого направления работы, развития локальной благотворительности. Я сейчас с удовольствием передаю слово Дарьи Милославской и Елене Соболевой. Вот, и очень надеюсь, что по окончании этого вебинара наши надежды не развеются, а все-таки останутся. Дарья, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Марина Евгеньевна. Здравствуйте, дорогие коллеги. Мы вот всю неделю пока готовились, чувствовали себя с Еленой чем-то вроде бы марше. И когда мы присылали по просьбе Марины Евгеньевны фотографии, мы решили взять фотографию с десятилетней давности для того, чтобы вы имели возможность сравнить, что было и что стало, не столько с нами, сколько с теми словами, которые Марина Евгеньевна сейчас произнесла много раз. Льгота на благотворительность, льгота для бизнеса. Потому что мы с вами, те, кто давно живет и давно работает, с этим словосочетанием знакомы еще с 90-х годов. И как-то такая была надежда, что продолжение вот той истории, которая закончилась в связи с принятием налогового кодекса, оно, это продолжение будет. Но сейчас я отображу, как мне вот. К сожалению, получается так, что мы можем сравнивать, что было у нас с вами в 91-м году. И я специально взяла старый недействующий закон для того, чтобы вам показать, каким образом жили и некоммерческие организации, и бизнес вот в те годы, когда действовал закон Российской Федерации о налоге на прибыль. Если у вас будет интерес, можно посмотреть шестую статью. Она прям так и называется, «Льгота по налогу на прибыль». И там есть целый раздел, который касается льгот коммерческих организаций, которые жертвуют на благотворительные цели. И в этом разделе есть возможность пожертвовать, поскольку данный закон, до 10% своей прибыли в фонд 50-летия Победы, до 5% в чернобыльские организации и до 3% в благотворительные организации. Там тоже есть некоторый список. И те, кто давно живет, помнят, как мы рассказывали бизнесу, что вот если он заработал 100 рублей прибыли, он может 10 рублей отдать в фонд 50-летия Победы и платить налог уже с 90 рублей. Вроде как это все было понятно. И потом, в связи с принятием налогового кодекса, эти нормы были утрачены долго и нудно. Мы вводались с Министерством финансов и другими государственными органами, объясняя, что это хорошая норма, которая развивает благотворительность, которая полезна не только благотворительным и некоммерческим организациям, получающим, может быть, даже крохи от бизнеса, сколько тем людям, которые задумываются о помощи и в то же время думают, как бы это сделать так, чтобы вот себе не совсем в убыток. Чаще всего мы получали ответ, что это вообще в принципе никогда невозможно. Знаем мы ваши истории. Какой-нибудь «Газпром», создав при себе фонд, все деньги будет отдавать на благотворительность фонда «Газпром», мы таких знаем и налогов мы не увидим. Вот примерно так в течение 20 лет, даже уже, можно сказать, больше велись беседы. Но так вот случилось, что в этом году наша жизнь немножко поменялась и как будто бы вернули льготы для тех коммерческих организаций, которые готовы жертвовать и благотворительным организациям. Чуть выше есть пункт, который связан с той помощью, которую коммерческие организации оказывают медицинским, коммерческие организации оказывают медицинским организациям, борющимся с новой инфекцией. И вот если вы помните предыдущую формулировку, уменьшается налогооблагаемая прибыль на сумму 3 до 10%, то сейчас звучит так называемая льгота вот таким образом. Можно учитывать расходы в виде стоимости имущества, причем учитывать можно в размере не превышающем 1%. Как посчитать 1% и что это вообще в цифрах, это Елена расскажет чуть позже. А сейчас мы попробуем для тех, кто интересуется, как же это будет работать, поскольку это будет работать по году. Сейчас еще примеров, естественно, привести мы не можем, можем привести только пример, каким образом, сейчас я сообразу, как у меня, отлично, каким образом можно рассчитывать на эту замечательную льготу. Бизнес, если хочет эту льготу получить, то он должен прекрасно знать, кому он хочет пожертвовать, ну уж сколько денег пожертвует, столько пожертвует, но чтобы получить льготу, обязательно понимать, что получателем может быть не любая некоммерческая организация, не любой благотворительный фонд, как это ни странно, а только определенные некоммерческие организации. Мы с вами прекрасно знаем, что существуют сейчас два реестра, удержатели этих реестра в Министерстве экономического развития наполняют эти реестры не Министерства экономического развития, а другие государственные органы и негосударственные органы. И вот в первом реестре, мы с вами знаем, он в народе называется реестр СОНКО, это исполнители общественных полезных услуг, поставщики, не буду зачитывать, то есть определенные организации с некоторым статусом, если можно так сказать, информацию о которых предоставляли именно те государственные и негосударственные органы, которые ведут списки, списки победителей конкурса президентских грантов, списки получателей региональной, муниципальной помощи, ну и отдельно у нас есть реестр поставщиков социальных услуг и реестр исполнителей общественных полезных услуг. Напомню, что реестр исполнителей ведет в Министерство юстиции, а реестр поставщиков социальных услуг, Он для каждого субъекта свой и ведет, как правило, департамент социального развития. В норме есть еще, как обычно, у нас, простите меня, если тут есть религиозные организации, везде, где можно включить религиозные организации, они везде включаются. И с точки зрения юридической мне этот пункт не очень нравится, человечество оставлено в другом месте. Кроме реестра, о котором мы только что говорили, еще можно поискать централизованные религиозные организации, религиозные организации местного разлива, которые входят в централизованные, и совершенно загадочные для нас пункты, социально ориентированные организации, которые участвуют религиозными. Ну, если учитывать разные обстоятельства, наверное, такие организации есть, мы не очень хорошо их знаем, но сейчас, в том случае, если бизнесу очень хочется помочь религиозным организациям в данный момент, то можно найти достаточно большое количество тех, кто эту льготу тоже вам, вам и им сможет помочь получить. Я не заканчиваю с получателями. Еще есть один реестр, тоже ведет его в Министерство экономического развития, так называемый реестр наиболее пострадавших некоммерческих организаций. И так получилось, что в этом реестре произошли изменения. Изначально он формировался чуть-чуть по-другому, и вместо второго пункта благотворительной организации, сдавшей отчет Минхилл за 2017-2018 год, был такой двойной пункт и касался тех благотворительных организаций некоммерческих, которые используют упрощенную систему налогообложения и пониженную ставку страховых взносов. Поскольку это довольно сложно вычислить, как выяснилось, списков таких нет. Некоторые организации использовали возможности уменьшения ставки страховых взносов до 20% не совсем на законных основаниях. 29 июня критерии поменялись, и вот в реестре наиболее пострадавших организаций у нас теперь те, которые видите на экране. Ну и, конечно, особый интерес вызывает последний пункт – это те фонды, которые дают гранты физическим лицам на поддержку науки и искусства. Есть специальный перечень, туда входят, например, фонд Ботанина, фонд Берепаски и так далее. В общем, достаточно много организаций. Теперь я попробую вам сказать, если кто вдруг не знает, как найти первый реестр. Я думаю, что, естественно, не надо записывать адрес этого сайта. Но вот в реестре так называемых социально ориентированных некоммерческих организаций на данный момент содержится 27 086 организаций. Я взяла вот просто первый попавшийся кусок, который открылся у меня в этом реестре. Если вам что-нибудь видно, вы видите, что там от Организации работников культуры до Организации Патриот, Фонд Дети Марии, очень уважаемая организация, Западно-Сибирская правовая палата, Ассоциация интернет-издателей. То есть к благотворительности, на мой взгляд, это не имеет ни малейшего отношения, но текст построен таким образом, что вот она, благотворительность, распространяется, если коммерческие организации будут заключать договор о пожертвовании, в частности, вот с этими организациями, которые мы с вами видим сейчас на экране. Что касается второго реестра, там в основном частные образовательные учреждения, сейчас находятся некоторые благотворительные организации, которые не вошли в первый реестр. Сейчас там 11 832 организации, получается, что почти 40 38 918 организаций имеют возможность заключить договор пожертвований с коммерческой организацией и дать возможность коммерческой организации воспользоваться льготой, о которой будет идти речь немножко позже. Мы опускаем историю о том, что не все организации, на наш взгляд, и на взгляд более консервативных специалистов, да даже и более либеральных специалистов имеют право получать пожертвования. Ну а тут можно сказать, что не только договор пожертвований, можно попробовать заключить договор передачи имущества, хотя здесь Лена потом нам скажет, могут возникать вопросы с налоговыми органами. И вот с большим трудом можно найти на сайте Минюста, на портале Минюста перечень религиозных организаций, понять, какая из них централизованная, какая местная, можно только изучив внимательно название. Ну, в любом случае, если у организации есть словосочетания централизованная религиозная или местная религиозная, можно считать, что они тоже попадают. Посчитать это, в общем, довольно сложно, где-то их 60, где-то их 6 тысяч. Вот большой-большой перечень тех некоммерческих организаций, которые имеют возможность способствовать получению льгот тому бизнесу, который желает помочь благотворительности. Так сказать, теперь важный вопрос, каким образом можно попытаться оформить взаимоотношения между организацией некоммерческой и коммерческой для того, чтобы подумать о том, чтобы льготу в конце года все-таки это заявить. Естественно, и мы много это обсуждали, в частности, с представителями налоговой службы, сформулирован пункт не очень грамотно с точки зрения финансовой, но мы не будем сейчас это обсуждать, естественно, потому что под пожертвование не всегда попадает то, что мы можем в данном случае пожертвовать, передать, отдать некоммерческим организациям из тех регистров, из тех списков, о которых мы только что говорили. Но обязательное условие заключить, мы все-таки рекомендуем договор пожертвования для того, чтобы избежать налогов, в том числе для некоммерческой организации, потому что при первой формулировке, при первом чтении, до тех пор, пока не были проведены такие консультации, выяснилось, что когда дали так называемую льготу для бизнеса, возможность включать в расходы, забыли сделать коррелирующую норму, что те деньги, которые вот таким образом переводятся некоммерческим организациям, потому что там, помните, там нет слова пожертвования, там безвозмездно переданы, в том числе, денежные средства и имущества. А безвозмездно переданы денежные средства, они, как правило, облагаются налогом, но после переговоров с представителями Минфина и налоговой службы, решили, что тут не будем уже заниматься казуистикой, пусть это все считается пожертвованием. Так вот, для того, чтобы в договоре точно быть уверенным, мы всегда предлагаем внимательно отнестись к тексту договора пожертвования, не называть стороны, одаряемый или даритель, потому что дарение это немножко другая история, хотя пожертвование это один из видов дарения. Мы предлагаем называть жертвователь, получатель пожертвования или жертвователь и благополучатель. И вот мы некоторое время назад уже консультировали организации некоммерческие и коммерческие, которые хотели бы воспользоваться льготой, пришли к выводу, что обязательно нужно указывать у получателя пожертвования его номер в реестре, в одном или втором, или в третьем, есть в реестре Минюста, там можно будет его отыскать, и указание на название реестров. Понятно, что эти реестры могут меняться, пополняться, хотя уже, наверное, трудно сказать, как они будут пополняться в ближайшее время, но для того, чтобы потом не возникло сложности у коммерческой организации, уже открытая, конечно, номер в реестре, я бы, конечно, делала еще такой сприншот из этого реестра, чтобы точно быть уверенным, что в тот момент, когда договор подписывался, именно этот номер был у получателя. И мы редко об этом говорим, но получается, что мы, забывая вот эту важную вещь, иногда наталкиваемся на недействительность договора пожертвований, потому что довольно часто коммерческие организации дают доверенность, ну, или заместителям, или руководителям вообще каких-то отделов, может, по связям с общественностью, еще с чем-то, доверенность на подписание такого рода договоров. При этом доверенность они дают достаточно стандартную, и, к сожалению, несколько случаев было, когда договоры, подписанные по стандартной доверенности, не принимались, то есть получались недействительными, потому что в той доверенности, которую дает жертвователь своему представителю, обязательно нужно указать на получателя и на предмет пожертвования. Эта статья связана с договором дарения, но поскольку у нас пожертвование – это один из видов дарения, все-таки желательно в доверенности указывать и получателя, и предмет пожертвования. Понятно, что будет много вопросов по этому делу, потому что обычно доверенности даются, и по ней человек представляет интересы, совершает определенные действия. Если мы не будем указывать, то есть шанс, ну, что этот договор пожертвования будет признан действительным, кроме того, ну, если мы претендуем на льготу, значит, нам нужно будет, тоже будет об этом говорить, все документы, подтверждающие наше взаимоотношение с получателем, потом представлять в налоговую инспекцию, ну, и здесь может возникнуть, в общем, не приятный. Указания на предмет договора. Опять же, исходя из наших последних консультаций, мы рекомендуем заключать, даже если организация коммерческая хотела бы пожертвовать и имущество определенной стоимости, и деньги, мы рекомендуем заключать разные договоры на разные предметы. То есть, если мы заключаем договор пожертвования на определенную сумму денег, то мы указываем только сумму и валюту, ну, естественно, у нас все-таки это в рублях, как правило, происходит. А если имущество, то тогда наименование имущества, количество и какие-то характеристики имущества. Почему? Проще учитывать, может, Лена тоже об этом будет говорить чуть позже, и потом проще будет и самой организации понять, каким образом она будет использовать то и другое для своих целей. Несмотря на то, что в определении пожертвований у нас совершенно точно есть словосочетание общеполезной цели, мы про назначение этого имущества поговорим чуть-чуть позже. Сейчас нашу рекомендацию о том, что все-таки в договоре, наверное, есть смысл, может быть, в заключительных положениях, может быть, как-то отдельно выделять вот эту льготу, то есть упоминание льготы, которое появилось у нас в законе 8 июня, в 172, для того, чтобы в том случае, если кто-то не в курсе, вот прекрасно знаем, что некоторые суды берут бумажные версии законов от 2015 года и по ним ведут судебное заседание. Вот если вдруг кто-то не в курсе, то упоминание льготы и пункта статьи налогового кодекса, нам кажется, было бы правильно сделать для собственного успокоения. Потому что, повторюсь, договор мы с вами будем показывать, и это будет нам, наверное, тоже полезно. Еще один вопрос, который возникает у организации, у организации жертвователей, у организации получателей, сейчас все срочно ринулись заключать договоры, причем уже не один раз к нам обращались с таким вопросом, заключать договоры задним числом с января, с февраля и включать туда историю про льготы. Вот хотим, то есть, воспользоваться этой льготой 1%, и вот организация, которой мы хотим положиться в реестре, но, наверное, нет смысла говорить, что это, мягко говоря, смешно, потому что мы можем с вами заключить договор с номером в реестре, с упоминанием льготы, и вообще надеяться на то, что наш новый такой формат взаимоотношений с бизнесом в этом договоре будет просматриваться только после, ну, можно даже сказать, в июле, в середине июня 2020 года. Лена будет говорить, что это все по году считается, поэтому, несмотря на то, что мы это все сделаем по июле, мы сможем получить, если сможем, то, что нам положено. Но в том случае, если у организации некоммерческой жертвователь такой постоянный, хороший, добрый, и он жертвует и каждый год, и в прошлом году жертвовал, и в январе жертвовал, и в феврале, и когда угодно, то, конечно, даже если нет договора, ну, не должна я вам этого говорить, конечно, можно заключить договор задним числом, но, безусловно, не упоминать в договоре, который будет заключен, не знаю, январем 2020 года, никакой информации про регистры в файл-поеводах. Мы знаем, что бывают такие, ну, не знаю, полурамочные, что ли, договоры по жертвованию, по которым коммерческая организация, когда может, она жертвует, или по ритмному фонду или какой-то своей подшефной некоммерческой организации. И это происходит так из раза в раз, и в течение года там набирается определенная сумма, и эта сумма вписывается в окончательную версию договора. Не совсем правильная история, но лучше иметь договор, чем не иметь никакого. Поэтому, если договор был заключен в прошлом году, если он заключен в начале 2020 года, пункт о льготе действует с января 2020 года. Поэтому, даже если мы с вами пожертвовали какой-то организацией, которой, естественно, не было в реестре, в пештореестре, никто не говорил еще в январе, сейчас мы понимаем, что организация в местре, и хотим всю эту сумму, которую мы уже пожертвовали, и будем жертвовать еще, включить в расходы, можно оставить все как есть, потому что даже отсутствие тех пунктов, о которых я говорила, предыдущих договоров, не лишит вас льготы, но, возможно, дополнительное соглашение к договору составить где, указать то, о чем была речь на прошлом слайде. То есть, упомянуть льготу и указать на статус благополучащих. Это основные документы, которые нужно было бы собрать и заключить договор с жертвователем, но возникает вопрос, по которому у нас с Леной есть некоторые несогласия, хотя не у нас с ней, конечно, а у юристов и у бухгалтеров, потому что, когда мы заключаем договор по жертвованию, в принципе, мы должны быть уверены, что все деньги или то имущество, которое мы жертвуем коммерческой организации, пойдут действительно по целевому назначению, пойдут на общеполезные цели, и по-хорошему, конечно, нам важно знать, каким образом все это было использовано. На прошлом слайде там в красненьком было выделено, что не должно быть никаких взаимных обязательств, поэтому в договоре по жертвованию мы категорически не рекомендуем писать об отчетах получателя пожертвования, потому что мы считаем, что это встречное обязательство. Мы обычно рекомендуем писать о возможности жертвователя запросить документы или иные подтверждения об использовании пожертвования на те цели, на которые жертвователь, собственно, и хотел дать соответствующие деньги или имущество. Но у моих коллег-бухгалтеров, которых сейчас Лена представляет, немножко другое представление об этом вопросе. Леночка, я закончила. Тебе слово. Добрый день, дорогие участники. Благодарю за предоставление слова. Начинаю. Приступаем уже к рассмотрению применения данной льготы и отражению ее в налоговом и бухгалтерском учете. Итак, в рамках благотворительности коммерческие организации могут передавать деньги, товары, любое другое имущество, объекты интеллектуальной собственности, права. Мы можем выполнять какие-то, они могут выполнять какие-то работы и оказывать услуги. Все это предусмотрено статьей 5 из 135 законов СССР. Неприятность заключается только в том, что все эти расходы по общему правилу коммерческая организация не может включить в расчет налога на прибыль и оказывать такую благотворительную помощь только за счет собственных средств, за счет чистой прибыли. Общее правило предусмотрено статьей 270 Налогового кодекса, пунктом 16. Этот пункт остался без изменений, но это общее правило изменениями в Налоговый кодекс, о котором мы как раз сейчас говорим, июньская, 172 закон СССР. внес два основания, по которому коммерческая организация имеет право включить в расчет на налог на прибыль некоторую часть пожертвования в рамках оказания благотворительной помощи, своей благотворительной деятельности. Действительно получается, что если мы будем опираться на статью 270 Налогового кодекса, то получается, что в принципе все коммерческие организации просто целенаправленно купить те же самые лекарства и просто с целью простого последующей передачи их некоммерческой организации, они просто это не имеют права сделать. И опять же, основываясь на положении этой 270 статьи, мы увидим, что даже если у коммерческой организации годовой оборот очень большой, но в балансе прибыль нулевая, ее фактически нет, то такая коммерческая организация не имеет права оказывать благотворительную помощь, просто это вытекает из положения вот этой статьи 270 Налогового кодекса. Но сейчас у нас льгота. Значит, эти данные расходы для целой налогообложения прибыли коммерческим организациям разрешено включать в так называемые вне реализационные расходы, но в размере, который не превышает 1% выручки от реализации. При этом дата, еще раз повторюсь, Дарья Игоревна уже говорила об этом в своем выступлении, но я еще хотела бы это еще раз озвучить, что очень важно, что дата признания и дата осуществления вот этого вне реализационного расхода считается дата фактической передачи имущества. То есть так называемый, у нас есть пункт 7 статьи 272, он называется «Порядок признания расходов при методе начисления». Он дополнен под пунктом 13. Именно там указано это условие, по которому мы признаем дату реализационного расхода датой фактического перечисления и денежных средств, или передачи товаров, или какого-то другого имущества. То есть, повторюсь, или так резюмирую вот эти вот многочисленные определения, что льгота для налога на прибыль, мы можем учесть некоторые пожертвования коммерческим организациям, которые состоят в определенных реестрах, лимит расходов 1%, а вот уже другие пожертвования сверх этой льготируемой суммы мы учитываем по общему правилу в соответствии с условием 270 статьи. Обращаю ваше внимание, что эта льгота распространяется только на коммерческие организации, которые находятся на общем режиме налогообложений. Для организаций, которые находятся на ОСН, доходы минус расходы или доходы, эта льгота не предусматрена, ее применять нельзя. В пределах этого 1% можно учесть, по сути, любое имущество. Минфин достаточно много, после того, как были опубликованы изменения в налоговый кодекс, Минфин опубликовал достаточно писем, которые разъяснял, что он понимает под имуществом, которое коммерческая организация может пожертвовать некоммерческой организацией. В принципе, там достаточно широкое определение этого понятия. Сюда могут входить любые товары, вплоть до продовольственных. Но отдельно Минфин обратила внимание на то, что под имуществом, для понимания 1%, не будут рассматриваться передачи лекарственных препаратов. Почему? Потому что, по мнению Минфина, оборот лекарственных средств у нас очень строго легитирован, и его нужно придерживаться в соответствии с нормами, которые именно приняты для лекарственных препаратов. Именно поэтому мы рекомендуем не то, что совсем не использовать этот вид пожертвований, то есть передачу лекарственных препаратов. Безусловно, бывают такие ситуации жизненные, когда мы станем перед выбором или помочь только таким образом, или не помогать. Тем не менее, мы все-таки рекомендуем рассмотреть другие виды пожертвований, в том числе денежных средств, на покупку лекарственных препаратов. Потому что, действительно, Минфин очень подробно и категорически не отнес к имуществу лекарственные препараты. Обращаю ваше внимание, что новые льготы не содержат каких-либо ограничений к размеру передаваемого имущества. То есть его стоимость у нас неограничена нормативно. Поэтому эту льготу мы можем применять и при передаче имущества, которое отвечает требованиям к основным средствам. И как раз я подхожу к тому вопросу, который был задан Дарьей, когда перед нами стоит вопрос, важно ли, чтобы мы знали, на какие цели было... Да, вот, спасибо большое, как раз этот слайд. Важно ли знать реальное назначение, а потом реальное использование этого имущества. Так вот, если мы посмотрим законодательную базу, зона ответственности за использование переданных пожертвований некоммерческим организациям лежит полностью на некоммерческих организациях. По большому счету, коммерческая организация должна выполнить ряд своих условий, то есть документальное оформление переданного имущества, правильное оформление в бухгалтерском учете, правильный расчет для целей налогообложения. А вот уже как пожертвование переданное будет использоваться некоммерческой организацией, прямых норм, обязывающих отслеживать это реальное назначение, законодательство не содержит. Давайте теперь мы уже перейдем непосредственно к оформлению бухгалтерскому, как мы будем оформлять, какими проводками мы будем оформлять в бухгалтерском учете благотворительную помощь. Для отражения благотворительной помощи у нас есть счет 91, прочие доходы и расходы, который у нас применяется в корреспонденции с другими счетами, на которых мы учитывали товары, деньги, то есть то, что мы собираемся передать. Или, например, счет, на котором мы собирали расходы на выполнение каких-то работ или оказание услуг. Кстати, есть письмо Минфина, которое также объясняет, как учитывать благотворительную помощь коммерческими организациями. При необходимости, я так думаю, что мы можем поделиться всеми этими письмами, если будет необходимо. И здесь мы подходим... То есть вот вы видите вот эти проводки, я их не буду озвучивать, я их озвучу позже, когда мы будем рассматривать практический пример расчета новой львоты. Так вот, сейчас мы подходим к очень важному моменту, что... Можно следующий слайд, Даша? Да, да, да. Подходим к моменту. Обратите внимание, что последняя проводка, которую мы закрываем, как бы, да, оказание... Закрываем отражение благотворительной помощи, это 9.84, кредит 84. Мы здесь используем как раз счет нераспределенной прибыли и затрагиваем очень важный момент о том, что обязательно любая благотворительная помощь влияет на чистую прибыль общества. Если это так, то обязательно ее выплату необходимо оформить решением учредителя или учредителей, поскольку только они имеют право распоряжаться чистой прибылью. Это прямое требование ст. 66-67 Гражданского кодекса и распространяется она и на общество с ограниченной ответственностью, и на акционерное общество. Обязательно должно быть решение учредителей. Какие еще дополнительные документы нужно будет оформить, если учредитель принимает решение оказать помощь некоммерческой организации? Я скажу чуть-чуть попозже, но сейчас заостряю ваше внимание, что в вашем документообороте обязательно должно присутствовать это решение. Если мы, опять же, смотрим и рассматриваем особенности бухгалтерского отражения в нашей благотворительной помощи, мы с вами понимаем, что всегда в этом случае будет образовываться разница между бухгалтерским учетом и налогом. С 2020 года нам есть шанс это упростить, потому что с 2020 года нам не нужно ее каждый раз отдельно показывать, отражать в нашем бухгалтерском учете, а просто в конце года, год, как известно, это налоговый период отчетный по налогу на прибыль, мы просто, когда подходим к процедуре закрытия года, мы просто при сравнении активов и обязательств бухгалтерского учета и налогового учета их сравниваем и тогда их отражаем. И бухгалтер в зависимости от того, что у нас актив, обязательства, что больше, что меньше, какое там соотношение, будет использовать 0,9 счет, это отложенный налоговый актив, 77 счет, отложенное налоговое обязательство и будет использовать корреспонденцию 99 счета, который, как у нас известно называется, постоянный налоговый доход или расход. И бухгалтер просто общей суммой отразит разницу по каждому активу и по каждому обязательству. Теперь, пожалуйста, можно нам вернуть как раз наши проводки. И давайте мы посмотрим, как, например, на... Это продолжение, вот первый слайд. Посмотрим, как же, например, мы на практике будем применять вот этот алгоритм отражения благотворительной помощи. Предположим, мы являемся очень хорошей социально ответственной коммерческой организации ООО, учредители которой принимают решение оказать благотворительную помощь некому благотворительному фонду, который, как проверило руководство коммерческой организации, состоит в социальном реестре. И она решает перечислить ей 100 тысяч, предположим, на расчетный счет, который открыть специально для оказания помощи. И пожертвовать ему, этому фонду, предположим, какой-нибудь автомобиль. Для простоты расчета предположим, что стоимость автомобиля была... Он уже числится на балансе какое-то время. Первоначальная стоимость была 1 200 000, из них 200 был НДС. К моменту принятия решения о показании благотворительной помощи прошло некое время, и остаточная стоимость этого основного средства уже, предположим, у нас пусть будет составлять 833 333. Потому что, если потом рассчитывать, получается очень... За счет амортизации мы уменьшили сумму стоимости основного средства примерно около 167 000. Итак, первая проводка у нас такая же будет 991, 91.2 кредит 76-го. Здесь у нас будет 100 тысяч отражено. Это как раз сумма благотворительной помощи, которая подлежит перечислению в пользу пострадавших. Следующая проводка будет 976 кредит 51-го опять на 100 тысяч. Это уже благотворительная помощь. А дальше мы начинаем считать сумму основного средства, которая как раз и должна быть передана некоммерческой организации. Первая проводка будет 901. Обращаю внимание, субсчет выбытия основных средств кредит 01-го. Здесь будет отражена первоначальная стоимость в размере миллиона основного средства. Следующая проводка будет 9-го второго счета кредит 01-го. Тот же самый субсчет выбытия основного средства. И отражена амортизация начисленная за срок, когда мы приняли основное средство к учету и к моменту принятия решения о его передаче некоммерческой организации. Следующая проводка будет... Значит, это была отражена амортизацией. Следующая проводка будет... Да, Даша, спасибо большое. Поскольку у нас с вами по закону не облагается НДС безвозмездно переданное имущество, то мы должны восстановить НДС, который был принят ранее в учет. Поэтому следующая проводка у нас будет 9-19-го третит 68-го. Субсчет расчета по НДС была восстановлена сумма НДС. И вот в нашем примере так совпало, что сумма НДС совпадает с полностью амортизацией. И она составляет около 167 тысяч. И дальше опять же мы закрываем дебет 91-го второго на кредит 19-го. И на эту сумму списана восстановительная сумма НДС. А вот дальше мы опять заканчиваем наше оформление бухгалтерского... Бухгалтерское оформление благотворительной помощи дебетом 84-го на кредит 84-го. Когда мы отражаем использование прибыли на благотворительность. На практике эту льготу в размере 1% можно посчитать следующим образом. То есть мы сначала определяем стоимость нашего имущества, которое мы хотим пожертвовать. Опять же проверяем до того, как мы находим организацию, которую мы хотим передать. Мы должны обязательно проверить, входит ли она в реестр специальный. Предположим, входит. Посчитали ее стоимость. Не ее стоимость, простите, а стоимость передаваемого имущества. Следующий шаг. Мы считаем с вами нашу прибыль для того, чтобы рассчитать 1% от выручки. При этом мы считаем выручку за тот налоговый отчетный период, в котором находимся. То есть нам нужен фактический момент передачи имущества. А затем уже в налоговом учете мы включаем стоимость переданного имущества НКО в размере, не превышающем 1% от подсчитанной выручки. И следующий слайд как раз показывает нам сканы, как мы будем отражать эти вне реализационные расходы в нашей декларации на прибыль. Отражаются они на втором листе, непосредственно на втором листе и потом на приложении второго листа. К сожалению, достаточно мелко получилась вот эта фотография нашей декларации. Но в принципе там достаточно просто все это вставляется. Это указывается в 200-й строчке декларации второго листа приложения 2. В нашем примере, вот здесь не видно, но я просто озвучу. В нашем примере расходы организации по оказанию благотворительной помощи составили около 1 миллион 100 тысяч. И если мы дальше пойдем по пути рассмотрения, как мы это отражаем в декларации, то мы с вами понимаем, что поскольку отчетные периоды по декларации на прибыль у нас являются кварталом, первый квартал, полугодие, 9 месяцев и год, то из-за того, что изменения в налоговый кодекс были внесены в июне 2020 года, мы с вами не можем внести никакие изменения и никакие вот эти вот расчеты, льготы в декларацию за первый квартал и за полугодие. За эти периоды отчетные мы с вами сдаем, издали уже наверняка многие, декларацию как без изменений. Налоговая обещает вставить соответствующую специальную строчку, которая будет посвящена исключительно этому 1% во второй лист приложения, декларация по налогу на прибыль. А сейчас просто обещают срок внесения изменений в эту форму приблизительно 9 месяцев. Но по большому счету они, конечно, могут не успеть, потому что категорически они не обещали нам это сделать, но уже к году, когда мы будем готовить отчетность за 2020 год, в декларации по налогу на прибыль эта строчка обязательно появится. Если же вы хотите воспользоваться этой льготой за 9 месяцев, вы просто в 200 этой строчке будете указывать сумму, которую рассчитали без конкретизации в ниже следующих строчках. То есть, если мы опять вернемся к нашему примеру, получается, что, предположим, что у нас прибыль за 9 месяцев получилась 25 миллионов. Тогда получается, что вот эти вне релизационные расходы, которые мы можем включить в расчет налога на прибыль, составят всего 250 тысяч. Получается, что оставшуюся сумму, которая будет составлять 850 тысяч, это просто от суммы миллион сто, которая составляет наша благотворительная помощь, мы вычитаем этот 1%. Получается, что у организации стоит, ну, даже выбора здесь нет, она стоит перед решением, что она, если будет хорошая прибыль по итогам года, сможет засчитать эти остатки. А если у нее прибыль не будет равна сумме, оказанной благотворительной помощи, то она вынуждена будет покрыть эти расходы за счет своей чистой прибыли. То есть, как вы видите, в принципе, должен быть очень большой даже не оборот, а даже прибыль, которая у нас показывается в балансе, чтобы иметь реальные шансы и значительные суммы для оказания благотворительной помощи некоммерческим организациям. Потому что даже если мы будем просто, даже не основные средства, а просто деньги перечислять, то вы сами понимаете соотношение 1%. То есть суммы, конечно, получаются не очень большие. И в заключение я хотела бы еще раз обратить внимание, какие документы нужно было бы оформить и иметь у себя в бухгалтерии в коммерческой организации, простите, оговорилась, для того, чтобы, во-первых, это точно было налоговыми органами отнесено к благотворительной помощи, и для того, чтобы не было никаких сомнений, что с правильным оформлением мы можем применять льготу 1%. Здесь вот вы видите список минимальный. Безусловно, это, обращаю ваше внимание, что, безусловно, вот эти документы дополнительно к тому договору пожертвования, о котором говорила Дарья. При этом можно сказать, что вот эти документы вспомогательные, потому что, безусловно, в первую очередь будут смотреть договор пожертвования. Итак, мы с вами могли бы и хорошо бы оформить это письмо потенциального получателя с просьбой о показании благотворительной помощи. Там должно быть небольшое описание, какая именно деятельность и какая именно помощь требуется некоммерческой организации. Затем мы должны будем оформить приказ. В приказе обязательно должно быть указание на ссылку протокола или решение учредителя об оказании вот этой благотворительной помощи. Также мы должны будем указать, какие цели наша благотворительная помощь преследует, форму помощи, деньги, имущество, услуги, товары и так далее. Ответственные лица, которые будут отвечать за правильное оформление и передачу благотворительной помощи. Ну и, соответственно, реквизиты получателя. Очень рекомендую, как бухгалтер, попросить у вашего контрагента документы, которые подтверждают, что они приняли на учет благотворительную помощь. Если вы передаете имущество, например, какое-то там, в том числе основное средство, то обязательно должен быть акт о приемке передачи этого имущества, потому что это подтверждает, что вы передали, а не приняли, в данном случае, благотворительную помощь в виде имущества. Как вы видите, отчеты после номинования отчеты о целевом использовании стоят многочисленные вопросительные знаки. Именно поэтому пункты у нас небольшие, не то что споры. В общем, бухгалтерия очень просит, настоятельно просит, чтобы отчеты присутствовали. Это даже связано не то, чтобы с вновь вводимой льготой, а прежде всего еще с тем, что эти отчеты подтвердят, что это была именно благотворительная помощь, а не безвозмездная передача. Это еще связано с тем, что в данном случае при его отсутствии этих отчетов возможно, что некоторые инспекторы налоговые могут посчитать, что это передало имущество безвозмездно, а это значит возникновение НДС. Поэтому вот я как бухгалтер вам рекомендую, но безусловно, если следовать формальной букве закона, отчеты не предусматриваются, их предоставление не предусматривается договорной пожатой. В принципе, это, наверное, все, что я хотела бы сказать про бухгалтерское отражение оказания благотворительной помощи коммерческой организации, про ее налоговое оформление и разницу между бухгалтерским и налоговым учетом. Благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, задавайте. Буду рада ответить. Спасибо. Спасибо, Лен. Ну вот видите, мы закончили и первую часть на целевом использовании, и вторую часть тоже на целевом использовании. У меня здесь есть большие сомнения по поводу применимости этой льготы и честности применимости этих льгот, поскольку, видите, бухгалтерии совершенно не важно, на что некоммерческая организация эти деньги потратит. Ну, соответственно, коммерческая организация может здесь по-разному относиться к тем деньгам или к тому имуществу, которое мы будем жертвовать. Ну и как Лена уже вам показала на цифрах, к сожалению, ну, наверное, надо быть очень богатой организацией для того, чтобы жертвовать и пытаться воспользоваться этой льготой в том объеме, в котором это возможно. Пока практики нет, как практика появится, наверное, мы сможем какие-то примеры привести более интересные и, наверное, может быть, будут какие-то споры, казусы, сложности или, наоборот, приятности с налоговой службой по взаимодействию, поэтому мы с удовольствием поделимся. Но сейчас, на сейчас, пока это вся информация, которую мы могли собрать вот за то время, за те 20 дней, в том моменте, как был подписан 172-й закон. Марина Евгеньевна, мы закончили. Спасибо огромное. Ну, как-то энтузиазма не сильно прибавилась? Ну, у вас не было задачи, чтобы мы... Да-да-да. ...проинформировать. Да, но зато теперь, да, проинформирован, значит, вооружен. Во всяком случае, что мы понимаем, что все не очень просто, и наличие льгот, это не значит, что прямо сейчас мы уже сможем ее получать. Ну, и как-то сильно, вряд ли, повлияет, наверное, на развитие особенно локальной благотворительности. Но, по крайней мере, декларация, что это поддерживается, уже тоже для некоторых очень важна. Уважаемые коллеги, пожалуйста, если у вас есть вопросы, да, пожалуйста, задавайте, можно включить микрофон или писать в чате, если у некоторых нет микрофонов. Ольга, пожалуйста. Добрый день. Благодарительный фонд «Добрый журавлик» Брянск. Мы сотрудничаем уже на протяжении 9 лет с местной торговой сетью, и на протяжении всего этого времени они перечисляют нам деньги с продажи пакетов. То есть они продают за 10 рублей пакет, 5 рублей от стоимости пакета, они перечисляют в фонд. У нас все это оформлено еще соглашением от 2011 года, соглашением о сотрудничестве. Могут ли они вот на основании этого соглашения те средства, которые они нам жертвуют с продажи пакетов, отнести к льготе? Ольга, вам честно сказать? Да. Я вообще удивляюсь, как на основании соглашения о сотрудничестве они могут перечислять вам деньги. Как еще с 2011 года никто к вам не пришел и не задал этот вопрос? Я вот не знаю, что Лена скажет. Я бы, безусловно, переделала это на договор пожертвований, в котором вы укажете, что они вам помогают, и сумму вы поставите пока по итогам года. Ну, я не знаю, как Лена это скажет. Думаю, что они могут этим воспользоваться. Насколько я это выгодно, не знаю. Леночка, скажи, пожалуйста. Да, безусловно, я на 150, на 200 процентов согласна, что по договору только пожертвование возможно. Это соглашение как документ основания не работает. Но так прописано, что безвозмездная благотворительная помощь нет. Нет такого вида договора, по которому вы эти деньги получали, нет. Понятно, юридически. А, в принципе, если вы начнете использовать, подпишете новый договор в соответствии с законом, то да, почему нет в пределах объявленной льготы 1%, рассчитав 1% от выручки, а там может, конечно, включить в расходы. А ничего, что у нас... Только нужно посмотреть, находится ли та ваша организация, которая вам помогает на упрощенке или... Нет, она на общей системе. На общей системе. Тогда да. А ничего, что этот проект системный, то есть конкретную сумму в договоре пожертвования... То есть можно прописать общие фразы, да, по результатам, там, допустим, отчета о реализации таких-то пакетов. Ну, надо подумать, как это сделать. Можно делать как-то там в договоре по процентам, да, можно это делать. То есть под системный проект такие договора тоже можно делать. Тут даже скорее вопрос в бухгалтерии, здесь ясный вопрос, они просто чисто механически просчитают этот 1%, чтобы получить льготу, и все. Тут больше вопросов именно к оформлению договора и к правильному прописанию или прописке... Как это, Даш? Попробуй меня, пожалуй. Формулировать метод, да. Возникает следующий вопрос. Они перечисляют нам ежемесячно, ну, по итогу месяца, да. И в назначении платежа они все время ссылаются на основании соглашения о сотрудничестве. То есть теперь им нужно делать на основании договора по жертву. И задним числом мы это же не как-то сделаем. Все, понятно. Спасибо большое. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. Два варианта. Или всем все понятно, или все впали в ступор, ничего не понятно. Еще вопрос можно? Значит, нет, не в ступоре. Есть некоторые. Да, пожалуйста. То есть я поняла, что этой льготой могут воспользоваться в принципе только организацией на общесистемное налогообложение, правильно? Те, кто на упрощенке, они вообще даже забыли об этом и не вспоминают, правильно? Для упрощенки, вот по этой льготе они не могут. Там просто совершенно разные пункты, а статьи налогового кодекса. А вот для упрощенцев есть льгота, это касается коронавируса вот этой передачи. Там есть. Наиболее пострадавшие, которые. То есть если мы включены и в том реестре, мы можем воспользоваться. Но это... Нет, вы как благотворительный фонд, да. Но мы сейчас говорим, мы сейчас с вами говорим о другой, о передающей стороне. Ну я про передающую сторону, да. То есть они вот не могут принимать участие в этом одном процессе. По этой льготе упрощенцы не... Все, я поняла. Спасибо. Вот вопрос в чате. Верно ли я поняла, спрашивает уже другая Ольга, что окончательную сумму регулярных пожертвований удобно вписывать в договор постфактум по итогам года? Поняли верно. Юридически это, конечно, неправильно. По-хорошему, конечно, нужно сразу договариваться, что они перечислят вам 100 рублей, а потом еще, когда у них появится еще 100 рублей, будет дополнительное соглашение, еще 100 рублей. Но нормальные люди, конечно, считают по итогам года и в договоре общую сумму вписывают. Иначе это не очень удобно ни, как я понимаю, отчитываться в налоговую, ни в той организации, которая будет пытаться применять. Вопрос, будет ли еще семинар по нюансам бухучета по данному налогу, наверное, по данной льготе? Ну, в принципе, мы все рассказали, тут уже... Да, можно пересматривать этот вебинар несколько раз. Мне кажется, мы смотрим, мы сможем это сделать только, наверное, на будущий год, когда кто-то эти льготы применит. Посмотрим, как будет реагировать налоговая, посмотрим, какой процент применения этих льгот, потому что, если вы помните, когда социальный налоговый вычет ввели, то первый год вообще там чуть ли не 1% воспользовался, а второй год уже около 15%. И по второму году можно было делать какие-то выводы. Вот надо посмотреть по итогам этого года, когда, наверное, уже после марта, будущего года, да? Да, в конце марта мы сдадим как раз всю отчетность бухгалтерскую и налоговую, и как раз какое-то время надо взять на аналитику, когда это все будет учитываться, применяться, проверяться, и тогда уже можно будет говорить о чем-то конкретном. А сейчас мы рассказали все. Ну, наверное, было бы хорошо, если был такой этот алгоритм, чтобы некоммерческая организация могла приходить в бухгалтерию своего благотворителя и сказать, «А вот такие проводки ему надо делать?» Это все было дано. Ну, пожалуйста. Да. Ну, это я просто к тому, что если мы это спишем, мы можем наврать где-нибудь, а можно вы это сделаете. Это как предложение памятника, как воспользоваться. Ну, я думаю, что бухгалтер коммерческой организации, он правильно учтет, потому что это для него очень важно. Иначе это все уйдет. Как задать вопрос? Вот меня слышно? Я хотела... Да, да. Да, пожалуйста, задавайте. Просто не так часто. Я из Ростова-на-Дону. И я почему спросила... Ой, сейчас секунду. Там все открыто, заходите. И потому что у нас вообще в городе все непонятно. То есть как вообще к бизнесу с этим? Вообще, я понимаю, может, не совсем вопрос. Мне понравилась бухгалтерская часть, потому что настолько подробно именно для бизнеса, понимаете? Потому что мы попросили у одной организации, они первый раз слышим, мы ничего не знаем. Я вот думаю, как бы у нас такое организовать, понимаете? Сильно. И таких специалистов найти. Поэтому я вот спросила, именно вот Елена Суполева, вы так подробно рассказали. Спасибо, я старалась. Вы получите запись и сможете ее показывать вашему бизнесу. Можно, да? Как-то хотя бы найти. Я вам надоем. Нет, спасибо вам большое. Очень приятно. Спасибо. Спасибо большое. Да, вот как раз в комментариях пишу, что будешь ждать ссылку на видео, чтобы пересмотреть и обдумать. Да. Спасибо огромное. Ну, вот еще один шанс задать вопросы. И если пока вопросов нет, то, наверное, мы договоримся, что... Да, пожалуйста. Здравствуйте. Да, слышно? Здравствуйте. Пожалуйста. Елена Грачев, «Хрупкие люди, Москва». Благодарительный фонд. Если можно, вот у меня к Дарье вопрос. Какие основные ошибки можно допустить во всем этом процессе со стороны некоммерческой организации? Такие прямо страшные подводные камни, может быть. Вы с такой иронией к этим льготам относитесь. Я хочу поподробнее просто спросить, в чем можно ошибиться, наколоться, на что надо прямо отдельно обратить внимание и не пропустить. Спасибо отдельно про договора. Я это все себе зафиксировала, поняла. Может быть, есть еще что-то такое, на что нужно прямо внимательно-внимательно смотреть? На целевое использование? Оно неограничено, насколько я поняла. Давай, Лена, давай. Обращаю ваше внимание, что целевое использование... Мы сейчас... Это, кстати, я еще успела прочитать следующий вопрос. Мы сейчас с Дарьей озвучивали в основном последствия и правила для передающей стороны, для коммерческой организации. Поэтому целевое использование не важно для передающей стороны, а вот для принимающей, для некоммерческой организации, это архиважно. Это фактически просто... Ну, даже не сказать, что это второй метод. Они на одном уровне между... с договором пожертвования грамотным. То есть договор — это основание получения, а целевое использование — это просто ваши последствия, в том числе налоговая, и даже не налоговая, там может быть более неприятная. Какой-то, по-моему... Ну, если позволите, можно я так и накрестно пример приведу? У нас есть наш постоянный жертвователь, тоже с нами много лет, он поддерживает лагерь для детей, и ежегодно выделяет на него миллион рублей. Это... То есть какие здесь могут быть риски? У нас есть договор, мы его подписываем ежегодно, что мы проводим лагерь, делаем приказ соответствующий, и на основании этого приказа и названия лагеря, программы и все прочее мы заключаем договор, что ООО «такая-то» поддерживает проведение лагеря. Дальше, соответственно, вся финансовая отчетность к этому прилагается. Вот на этом примере... Правильно я понимаю, что здесь никаких рисков? Договор пожертвования? Да. Договор пожертвования. Ну, первое, что вам скажет юрист, что никакой отчетности быть не может, поскольку это взаимные обязательства, они вам деньги, вы им отчет, и это может быть переквалифицировано в другой вид договора. То есть, как я себе зафиксировала, нужно прописать это как возможность их запросить, то есть перезаключить этот договор с упоминанием этого как возможности. Лучше вообще весь договор посмотреть, потому что на слух условия договора довольно сложно воспринимать. Как только мы видим в договоре что-то, что дает возможность его переквалификации, тут же возникают вопросы. И это, к сожалению, было довольно часто вопросом, как родители реагируют на этот лагерь, платят ли что-то родители, каким образом кто еще финансирует этот лагерь. Поэтому здесь очень сложно по одному примеру и по одному упоминанию договора дать вам грамотную консультацию. То есть это еще и зависит от всего проекта, от его юридическое оформление, от других жертвователей, от всего остального. Ого! Такая многослойная история. То есть получается, он несет, грубо говоря, здесь жертвователь несет риски нашего целевого использования. таким образом, если ты можешь так выразиться. как ли мы с жертвователем, все равно. Жертвователь должен у себя это провести правильно, а вы должны быть в реестре, а в реестре вы есть. Тут уже... Хорошо, а если мы это каким-то иным образом, например, опять же, тот же лагерь, финансируем из других средств дополнительно, там могут родиться какие-то причины, из-за которых эта льгота не будет учтена? Нет, нет, нет. Может, если кто-то платит за этот лагерь, то надо будет смотреть, каким образом все оформлено. Лен, давайте и договор покажите, тогда мы грамотно вас... Я поняла, да, спасибо. Так вот в целом говорим. То есть прямо на индивидуальную консультацию? Да, спасибо. Спасибо. Ну вот пример... Ирина Котова спрашивает, пример проводок для бухгалтерии коммерческой организации, которая передает помощь. Я, насколько понимаю, Лена как раз подробно про это рассказала. Какие проводки должны быть у благотворительной организации, которая помощь принимает? Слушайте, это отдельная тема для отдельного семинара. Мы сейчас еще с вами... Минут 40. Да. Хорошо, я тогда записываю как следующий семинар. Да, вот уже тот счет начинает использоваться и все, в принципе... Ну, то есть так, как мы обычно принимаем пожертвования, ничего другого здесь нет. Спасибо. Ну что, еще вопросы? Ну и так, если вот резюмировать, то есть для той стороны важно, чтобы это был договор пожертвований, чтобы она правильно провела все это у себя, я имею в виду, сторона предпринимательская, которая отдает, да, и чтобы это не превышало тех процентов, которые разрешено выделить. и чтобы она была на основной системе налогообложения. Если это упрощенка, то тогда льгота до свидания. Да. Вот. Для нас, как для принимающей стороны, важно, чтобы был тоже договор пожертвования, чтобы в нем не было никаких лишних обязательств, чтобы он не был никуда переквалифицирован, чтобы мы целевым образом использовали средства, на что дали, на то и тратим. Ну, в этом отношении для нас это... И важно, чтобы организация была в одном из реестров, иначе жертвовать, пожалуйста, льгота нельзя. Да. Совершенно. Спасибо большое. Да. Ну, если больше нет вопросов, тогда мы завершаем. Огромное спасибо Дарье, огромное спасибо Елена. Ну, вот, через год встречаемся, чуть меньше, в марте встречаемся, да, по итогам того, как... В апреле. В апреле, да, как и кто применял, и, да, и, может быть, у нас уже будет меньше сарказма, больше надежд. Ну, вот, да, но уже надежда умирает последней, а иногда совсем не умирает. Спасибо огромное. Всем хорошего дня, удачи, да, и больше вам благотворителей, а если у нас здесь присутствуют благотворители, то больше вам хороших благополучателей и результата от тех ресурсов, которые вы направляете на благотворительность. Спасибо, всем удачи. И оптимизма, как у Марина Евгеньевна. Да, оптимизм наше, все. Всего доброго. Да, спасибо большое. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok